МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Борис Николаевич, как Вы считаете, проблема пересмотра моратория на смертную казнь действительно стоит перед обществом? Если проанализировать сайт, где публикуются такого рода петиции, то можно увидеть, что эта тема повторяется буквально в каждом десятом обращении. И она по самым разным поводам выдвигается как единственное реальное, простое, действенное решение всех проблем. И многочисленные опросы социологические, которые проводятся на протяжении уже десятка лет, устойчиво показывают, что наш народ, российский народ, горячо ратуют за восстановление смертной казни. Но в этом же опросе, как правило, у людей спрашивают, а доверяете ли Вы судебной системе, правоохранительной системе, следователям, которые ведут Ваши дела? И вот тут, к сожалению, мы сталкиваемся с парадоксом. Те же самые люди, которые ратуют, уверенно требуют смертной казни, одновременно, в большинстве своем подавляющем, говорят, что они не доверяют ни судебной системе России, ни правоохранительным органам, которые ведут те самые уголовные дела. Это ловушка. И выход из этой ловушки невозможен путем одномоментного, простого и такого элементарного розчерка пера, как возвращение к смертной казни. Я Вас уверяю, что в данном случае дети, трагедии с детьми выступают в больших играх политики только разменной монетой. Тогда появятся сразу десятки других поводов для того, чтобы начать применять эту смертную казнь. И мы уже знаем, что такие же петиции есть и в отношении наркоторговцев, и в отношении крупных взяточников. И далее по списку бесконечная история, в отношении кого хотелось бы применить такую смертную казнь. Но, к сожалению, это не решение проблемы. Вот вы говорили о недоверии к судам и правоохранительной системе в целом. Вот как этого избежать? Вот это как раз понятный и однозначный вопрос, на который есть такой же четкий ответ. К сожалению, нет. Даже в случае, если имеются, казалось бы, неопровержимые доказательства, любой, даже самый твердокаменный следователь, самый убежденный судья должен сомневаться в результатах собранных доказательств. И он должен иметь возможность на устранение этой ошибки. В случае применения смертной казни такая возможность исчезает. И это на сегодняшний день неправильно. А как отразится отмена моратория, если это, конечно, произойдет на репутации России за рубежом? Это будет означать, что мы, наконец-то, с точки зрения некоторых наших радикалов, порвали все связи с Европой, вышли из Европейской конвенции по защите прав человека, где является обязательным условием как раз именно отказ от применения смертной казни в стране. И встали на свой, своеобразный, особый путь развития правовой системы. Выпадение из мирового процесса, а нам тут особенно важен европейский процесс, поскольку Россия — это европейская страна, для нас слишком дорого обойдется не только в моральном, но и в экономическом плане. А правовые последствия, как я уже утверждал, будут нулевыми. А вот то, что вы говорили раньше, справедливо для тех, кто еще может исправиться. А как быть с теми, кто уже совершил максимум? Он изнасиловал и убил ребенка. Сохраняя лицо на политической арене, мы даем ему шанс сделать это еще раз. Общество как раз оно себя защищает. И понимая, что не грозит смертная казнь злодею, нередко на местах общество в виде потерпевших, их родственников, совершают самосуды. У нас в России очень многочисленные случаи самосудов. Общество, как я уже сказал, у нас очень радикально за смертную казнь настроено. У нас 95% населения выступают за то, чтобы вести немедленно цензуру в средствах массовой информации. Более 60% населения выступают за немедленную депортацию всех мигрантов. Более 80% выступают за смертную казнь и так далее и тому подобное. То есть наше общество очень резко, агрессивно настроено по очень многим вопросам. И чтобы его успокоить, нужно давать примеры разумного, цивилизованного и мягкого, гуманного, но в то же время жесткого и последовательного отношения как к преступникам, так и к другим острым проблемам. Понятно, ваша точка зрения действительно очень спорная тема. Спасибо Борису Николаевичу. А я напомню о проблеме отмены моратория на смертную казнь. Поговорили с правовым экспертом общественной палаты при президенте России Борисом Пантелеевым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова